Всем привет и слава Украине! Новости из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Вазадь. И сегодня у нас традиционные итоги недели с хорошо знакомым и любимым нами Владимиром Копчаком. Привет, Володь, рад тебя видеть. Героям слава! Приветствую, уважаемые зрители! Приветствую, Гела! Традиционно, кто мая Бога в сердце. Подписываемся на канал, лайкаем, комментуем. Продолжаем вести борьбу с алгоритмами. Да, что касается алгоритмов, я так посмотрел. Опять-таки, по моим догадкам, все должно закончиться 3 декабря, потому что 3 сентября – это то самое видео, которое было зарестрелить на последнее. После этого я как бы подавался, и все говорили, что да, все правильно. А там период указан за 90 дней, вы плохо себя вели. Но вот 90 дней кончаются и... Так, напомню число, записываемся мы в воскресенье. В воскресенье, 12 ноября. 12 ноября, мало ли, да. Мало ли что. Работаем. Ну, я думаю, что до 3 декабря это бежать не будет точно, но тем не менее это важно. Ну что, действительно, работаем. И в данном случае я хотел бы в первую очередь поговорить про Украину. Почему про Украину? Понятно же, что, во-первых, это важно, во-вторых, это очень важно, во-вторых, это очень-очень важно. Вообще, то, что происходит в Украине, информационный фон и конкретные события, они очень сильно влияют на общую ситуацию, на политику, как на Южном Кавказе, так и вообще в целом мире. Я уверен, в этом я абсолютно уверен. И начну я с такой очень простой формулы. Информационная атака России, которую мы наблюдаем, она, в общем-то, если судить по комментаторам и комментариям, не у меня, там, в Фейсбуке или в Ютубе, и не у тебя, а в целом, опять-таки, в СМИ мировых и так далее и тому подобное, она достаточно эффективная оказалась. И были следующие этапы. Перегрев ожиданий. И абсолютно во время почему-то, что это было специально сделано. Потом, сейчас тезис с войной зашла в тупик. И причем тут явное смешивание посылов, которые были у Валерия Залужного и у Саймона Шостера, а Валерий Залужный и Саймон Шостер, это все-таки два разных человека. Ну и... И Саймон Шостер еще тоже разный человек. Саймон Шостер, да, это тоже. Хотя очень удивительно, как это без него, это все чуть не сказал. Весь этот бах не проходит. Мы тоже не имеем никакого отношения к тому, о чем мы говорим. И как результат, даже меня среди наших друзей, мне начинают напоминать. А вот знаешь, Герой, я тебе говорил, что вот так будет, а вот ты со мной спорил. Я сейчас спорю. Итак, ну начнем. В чем суть? Ну, смотри... Ага, шла, вот сама эта война... Не-не, давай по порядку, потому что ты нарративы изложил очень четко, но не сказал нарратив главный. И поэтому надо идти на выбор. Самый главный нарратив, ты бы сказал. То, что разгоняет. Не-не-не, это главный момент, потому что, вот смотри, тема выборов, которая стала развитием темы, что разброты, шатания между ставкой Зеленского и, собственно, ставкой Залужного и воен. Это предвыборная тема. Идет туда-сюда. Из этого переросла тема выборов. Тема выборов... Ну, если ты уже, например, задал линейку интервью, то надо упоминать третье интервью, собственно, Зеленского, которое, ну, по сути, выглядело как, а потом пришел лесник и всех разогнал. Потому что Зеленский перебил этим интервью предыдущие два и все эти инсинуации и так далее. То есть вот в таком смысле. То, что вот эта линия, которую ты перечислил и в которую ложится полностью тема «надо идти на выборов», ну, слушай, даже на твоем, как ты же, на нашем канале позывной ковер эту тему разгонял в стиле того, что в джиде Зеленскому сказали идти на выборы, кто сказал? Англосаксы. Понимаешь? То есть я просто напоминаю, что эта тема не нова. Вот. И сейчас она наложилась, ну, одним из, скажем так, линия российская ИПСО, безусловно, здесь может быть не единственной. Не единственная. То есть предпосылки внутри Украины для таких инсинуаций присутствуют. Но она является основной. Здесь без вариантов и тут как бы других вопросов быть не может. Что по этому поводу я могу сказать новым? Вот буквально стараясь подготовиться к программе, буквально за минут 10 до включения в эфир с тобой, я у Михаила Гончара, правильного Гончара, прочитал новость. Оказывается, тема не закончена. В Вашингтон-Пост вышла статья, вот, барышни, Изабель Хуршудян, это важно, которая к Армении имеет отношение примерно как морские свиньи к морю. Вот. Вышла статья, в которой я немножко детализирую, это важно, чтобы понимать глубину глубин, в которой опять поднята на поверхность в прямом и переносном смысле этого слова, то, что якобы Украина повинна и организовала унистяжение трёх из четырёх ниток Северного потока. Те, кто не посмотрели, посмотрите эту новость, желательно оригинал статьи, как они грубо и интенсивно работают. Там всплывают интересные факты, что там в 16-17 году эта барышня работала в Москве, была чуть ли не лучшим, я не знаю, по линии Ротенберга или кого, хоккейным журналистом. Курьёс ситуации, смешной, как с Саймоном Шустером, например, оказывается, она сейчас сидит в Киеве. Это вопрос к украинским соответствующим органам, когда свобода слова порой превращается в свободу вранья и так далее. И самый-самый интересный момент в этом деле, нарратив, не то, что Украина виновата, по-моему, это даже немцы крутят у виска и так далее, а главный нарратив состоит в том, что украинские военные силы специальных операций, вот куда бьют, Зеленский не знал об этом, а шесть мужиков, замыкаясь на ССО, поехали в Германию с полтонны взрывчатки, я коротко пересказываю, наняли яхту и взорвали три трубы и щитарю. Понимаешь? И на всем вот этом бреде нитью проходит разговор, что военные клинчуются со ставкой Зеленской. Вот главная линия. То есть звенья цепи, идем на выборы, ситуация зашла в тупик на фронте, хотя опять же тот же заложный интервью, по-моему, говорит, но ничего нового не сказал, работая с Западом, но ничего там нового не сказано. Удивляет меня... Мы сказали, что нужно остановиться, потому что, в отличие из многих, я не просто читал, он не один раз и даже выписывал себе. Вот, вот. Теперь опять же, почему важный момент, я у зрителей прошу прощения, если идет перегруз, нам надо, придется отвлекаться в программу, узнавать. Там звучит фамилия офицера Червинского, который сейчас находится под следствием. Вот почему вы были... Безотносительно темы, которые мы обсуждаем, вот этот процесс офицера СССР Червинского, он очень болезненный в Украине. И он очень удобный для предвыборной логики. Почему? Потому что этот офицер, все забыли дело Вагнеров через Беларусь. Он был один из организаторов. Сейчас он под следствием по другому делу, там в Кировограде, не уточнял, легко в интернете найти. И оно очень рэперное, неоднозначное. Но вот тот, кто следил, помнишь убийство, подскажи фамилию, белорусского журналиста в Украине. Белорусского журналиста убили. И садили... Под следствием долго были рифмастер, женщина, волонтеры наши и так далее. А это вам... Как его зовут? Ну, известный, но по следу своему забыл. Очень-очень рэперное дело. Да, до полномасштабной фазы войны было и так далее. Вот провожу аналоги. Но закончилось тем, что волонтеров пришлось выпускать. Я сейчас не оцениваю степень вины и процессуальную часть против Червинского. Но вдруг мадам Изабель Хуршудян, повторяюсь, у нас есть не родственники и не однофамилец в Ереване. Она вдруг начинает знать, кто такой Червинский, начинает знать, и он, который сейчас находится под следствием. Это безотносительно то, что мы обсуждаем в Украине, очень рэперная тема. С Вагнера тянется и так далее. И он якобы был организатором взрыва этих северных потоков. Понимаешь, да? Вот в это ложится. Это вот одна из поведенческих линий, и которую явнейший маркер российской ИПСО и так далее. И я с тобой согласен, что это дело работает. Ты и я, кто-то в Украине крутят у виска уже давно. То есть профильные эксперты, тот же Михаил Гончар, другие расписали техническую часть, инженерную часть, что с яхты невозможно подорвать. Самое интересное, у американцев и англосаксов, кто угодно, и война потом пошла так, как пошла, это же давно было. Есть исчерпывающая информация по судну, которое там было. Кто это сделал и так далее. Но информационная тема отрабатывается вот так. Они не могут, например, притянуть, что в Балтике, хотя не исключено, между, по-моему, Эстонией и Финляндией, если я не ошибаюсь, тоже Китай сейчас принимает участие в российском прикрытии. Что якобы якорь случайно кинули и перебили там кабеля. И заодно и утечка газа, газопровод был, коннектор между Финляндией, все это разбираются и так далее. Это ссори за такой сумм. Но вот тема, она работает вот так. Теперь смотри. Выборы и фронт. Ну вот буквально, что можно нового сказать, почему это подчеркиваю. Предыдущую мы программу записывали во вторник, а она вышла там чуть ли не в четверг. Сейчас воскресенье. Даже за такой коротенький участок, то, что я говорю вот сейчас. Крыму на заводе залив. Завод залив — это важно. Не на базирование, на воде залива. Уничтожен или выведен из строя ракетный корабль проекта «Буян-М», носитель «Калибров» и говорят, что общая «Скалибра». Тройное попадание «Скальпом», привет Макрому, или «Штормшеда» в кого? Раз. С красивым именем, с красивым киевским именем «Аскольд». «Аскольд». Да, да. Ну это уже обыграли эту тему. В контексте войны в Украине называть корабль «Аскольд», думали, о чем они думали. Ну, имея в Киеве «Аскольдову могилу», ну окей. Буквально на днях. Официальное сообщение украинского «ГУРа». Еще два корабля попроще. Катера там название зовут. В Крыму в базе базирования потопа. Взорваны, уничтожены. В режиме онлайн, вот на этом фоне, как рефлексия работает, например, понятно, негативные новости разгоняются и потребляются быстрее. Вот. На фоне вот ситуации идем по фронту дальше. Например, логистика Черноморского флота и военная логистика в Крыму уничтожается в режиме онлайн. Непраздным вопросом становится рассеивание сил и средств в Новороссийск, перепрыгивая в Ачамчиру или вокруг. К этому мы тоже еще вернемся. Дальше. Удары по складам под Мариуполем, удары по складам под Донецком атакамсами, куда раньше не доставали. Ни в коем случае нельзя забывать коллективную Авдеевку, где враг наступает, и где в самой Авдеевке, а там в Купинске или на Лиманском направлении попроще. Плохое слово, но тяжелейшая ситуация в Украине. Уперлись в Токмак, но никто с повестки дня вопрос не снимал даже в ноябре и не будет снят в декабре. Следующий момент. Левый берег Херсонщина. Это важно. Но уже советую всем читать Константина Машевца. Расширение двух плацдарм идет. Населенные пункты известны. Держим кулаки, но люди просто безбашены. То есть тут достаточно на карту посмотреть. Не дай бог не получится. Люди работают в режиме чуть ли не смертников. Но если получится, у врага будут проблемы. Держим кулаки дальше. Теперь. Буквально накануне записи с тобой. Уничтожены предприятия в Коломне, Подмосковье. Неизвестно чем, кстати. Вроде не бобры. И уничтожены в Тамбове. Пороховой завод. Пороховой завод. Почему я это все перечисляю? Далеко не все. Параллельно можно говорить Россия у того же мошелца. Посмотрите. Формирование армии. Перманентная мобилизация. Мотивационный пакет мобилизованным. Это все надо проверить. Поверно все идет. Вот теперь опять же всегда надо говорить. Тема выбора. Вот. Зашло в тупик. Так, слушай. Вот представь, что выборы когда-то были назначены на 14 ноября. Мы 12-е говорим. Как они могут технически состояться? Правильный вопрос никак. Потому что те, кто отыгрывает тему выбора, вот, или осознанно, как, например, Алексей Арестович, или на подкорке говорят, что остановитесь. Цитирует фразу Виктора Федоровича Януковича. Остановитесь и давайте разговаривать. Как это технически можно сделать? Замалчивается вопрос, что все говорят, что Россия тяжелейшая ситуация, тоже хотят подсобрать мускулы, подморозить ситуацию и так далее, но они не собирают останавливаться. Как вот все, что я перечислил пошагово, это надо прекратить. Вот в каком формате это делать? По какой линии разграничения? Поэтому все эти разговоры, понятно, в других форматах, в других масштабах и так далее, это то же самое, что было, например, с Минском 3 или со Стамбулом 1 и так далее. Понятно, можно по-другому, другая линия и так далее. То есть у Украины есть Минск 1, когда был Иловайск, подписали Минск 1. Когда Порошенко с Путиным и с Меркель Оландом, по-моему, тогда был. Сидели, подписывали Минск 2, а шла бойня за Дебайс и так далее. Все это проходили, это все откатывалось. Тогда это, ну, я не знаю, насколько приемлемо, неоднозначно, то есть не хочу те условия брать. Но сейчас реалии, как это все отыграть? Вот эти все инсинуации с разных стран, с разных фронтов, там немецкие варианты, корейские варианты, просто финские варианты забыли, да? Потому что сейчас финляндизация непопулярна в России. Потому что нас же финляндизировали до этого очень сильно. Но только финны вступили в НАТО, вот уже, слушай, ну, в очередной раз за сумбур извиняюсь, но помнишь нашу программу по результатам Вильнюсского саммита НАТО? Помнишь? Когда наша общественность тоже негодовала, что не конкретно что-то НАТО сказала, там дорожной карты нет, того нет, там кинули, слили, была такая линия тоже. Мы с тобой в программе обсуждали, и к этому сейчас пришли, там не сильным пророком надо быть. Нас в НАТО зовут с заморозкой потерянных территорий. После этого сказал Киссинджер, после этого сказал Киссинджер, до того он говорил не брать НАТО ни под каким соусом, сейчас начинаются инсинуации о том, что там Венгрии не пусть, а Словакии не пусть. Да послушайте, в НАТО с одной стороны люди стремятся, как и в ЕС, в отличие от других союзов, не будем вспоминать фуе. Понимаешь? Но прием идет когда? Когда эти страны становятся активами, когда в Вашингтоне на уровне англосексов, англосаксов, кого угодно, принимаются решения, эти страны стоят членами. Можно сколько угодно говорить, там Албания более соответствовала, или Болгария, при всем уже, или та же Венгрия, прости господи, другие страны В4 в 90-х, как они соответствуют, конечно, они провели реформы, каждый по-разному. Но тогда было принято решение, мы их принимаем. И они просто было очерчены. То же самое сейчас с Финляндией и со Швецией. Все эти ритуальные предвыборные танцы с бубнами в Турции ничего не могли поменять, потому что на момент решения приглашения этих стран в НАТО они стали де-факто уже членами Альянса. Дальше все это оформлялось. Забегая наперед по Украине, если или когда ситуация закончится, победа, не устаешь повторять Украину. Неважно, как оформили. И на тот момент НАТО, это, кстати, не факт, ЕС, будут представлять из себя структуры в нынешнем своем виде, Украина станет членом этих организаций автоматически. Ну и, наверное, паровоза Молдова по Грузии и избирать. Вот так я перепрыгиваю. И так далее. Поэтому вот такой сумбурный спич. Дальше конклюзион мой состоит в следующем. Выборы, даже сама парадигма обсуждения проводить, не проводить, сейчас очень вредят украинскому сопротивлению. Очень вредят. Медицинский факт. Ситуация сложная чем? Ну много есть, скажем так, вопросов, проблем к власти. Есть у нас такое слово паразит, там брукивка, брусчатка, по-моему, по-русски. Крадут, коррупция, одно, второе, третье. Не созданный, не заработал, как хотелось бы, ну или считается, что должен был. В целом военно-промышленный комплекс Украины, сектор обороны и безопасности в целом. Тяжелейшие проблемы института, институциональные с системой призыва. Все это есть. То есть, если брать комплекс проблем, что вот подходя к дате выборов, парламентские мы уже прошли выборы. Уже привет тот, кто разгонял, что будут парламентские в ноябре. Прекрасно мы его знаем. Они уже состоялись в кавычках. Ждем март вот по-президентским. Вот. Но технически я не вижу... Если в этот период произойдет что-то экстраординарное, это может быть плюс-минус, если окажется, например, прав профессор Соловей и вывеску начнут менять уже публично, официально, начнут брожения в Кремле. Может, это произойдет что-то другое. Все мы ждем, что в прорыв на фронте брожение в России и так далее. Если можно будет потрогать тему выборов после того, как ситуацию по какой-то линии заморозить, тогда это можно будет разговаривать. Сейчас, на мой взгляд, это бессмысленно. Ну и в конце концов, обратите внимание, все знают, кто эту тему резонирует. В предвыборной логике понятно, офис президента по разным каналам трогал, скажем так, социологию пробовал, но в предвыборной логике живет Алексей Арестович баллотируясь. Понятно, Бог судит не за поступки, а за мотивы, они ведомы только ему. Игрок самодостаточный. Но почему никто на первый взгляд абсурдную вещь не учитывает? Процесс можно же не только возглавить, а возглавить и довести его до маразма. Вот, опорочить. Почему вот эту линию никто не отыграет? Потому что, ну в конце концов, сейчас объективные оппозиционные Зеленскому силы, там Петра Порошенко, не только новые кандидаты, которые просматриваются. Им сейчас, понимая глубину глубин, им сейчас приходится или придется, если бы хотелось, петь в одну дудку с Алексеем. Но им не хотелось бы. Вот эта линия сбита напрочь. А что, Бог Петра Порошенко и... Нету, нету, у них... Они сидят в кустах и ждут героя. Не абсолютно. В принципе... Из того, что я вижу, из того, что я вижу, из того, насколько мне вообще этично сидя из Дбилиси такие вещи обсуждать, вот. Ну, я не видел, понятно, идет критика власти по инерции, там дурачки, депутаты, не буду называть фамилии и так далее, вообще отыгрывали, стали элементом как минимум, как минимум в логике полезного идиотизма о том, что есть инсайды на правах анонизма, что снимают залужного. Это я тебе самые реперные точки сказал. У нас таких вот набросов на вентилятор есть очень много. Просто эти Червинские вот тема опять откопали стюардессу, да, вот с дна Балтийского моря достали вот ее. То есть тут же тема никто подорвал, кто виноват. Самое интересное, это знаю. Но взбадривают общество. А на это накладывается предвыганная логика в США. Тяжелейшая ситуация вокруг Израиля и в целом на Ближнем Востоке. Буквально на момент нашего разговора идут жесткие дискуссии разделять помощь, давать вместе Украине с Израилем, увеличивать и так далее. Идут инсинуации просто тупые фейки, что немцы с французами отказываются нам что-то давать. Параллельно известная партия 23% рейтинг у нее вот это АФД и так далее в Германии. То есть, все вот это каша, маркеров очень много и в этой периоде турбулентности инфополе, лоббисты на разных уровнях, они работают. Подложка к этому есть. Но на мой взгляд, на мой взгляд, ну, сейчас, на момент нашего разговора, не будет выбора. Не будет пока. Потому что их нельзя провести технически. Вот и все. Не будет выборов. Конечно, не будет выборов об этом и речи быть не может изначально. Я еще раз говорю, никогда не говори никогда, конечно же, Понятно, не-не. ...скептикам никогда не говори никогда, но, я скажу так, вероятность выбора, проведения выборов в Украине в ближайший год критически мало. Правильно, а условия, ну, опять же, там, пусть к месту и не к месту, там, черные лебеди, для нас белые лебеди, там, я не знаю, но ситуация может измениться. Ну, вот мы сейчас разговариваем, годовщина освобождения Херсона в ноябре, кстати. Вспомни в октябре вот эти разговоры, качели, вот, а почему не Херсон, а почему только Купянский изюк? Помнишь вот эти разговоры? Потом Херась и Херсонет. Понятно, что ситуация кардинально другая, не было линии Суровикина, и опять вот смотри, к следу своего забыл, кто сказал, ну, вот, постоянно на него ссылаюсь. Вообще, вот, рамка прогнозирования этой войны, в принципе, в мире, два-три месяца, не больше, и то с натяжкой, можно что-то предположить и так далее. Понятно, тогда не было Суровикина, окопались, но опять же, что вот, где еще одна вилка ситуации? Запад подталкивает Украину, наступать, не дав оружия. Вот еще одна вилка. Противоречит другому, далее оружие, наступать. А запад подталкивает? Это я, я тебе нарративы говорю просто, которые в этом и псошном, теперь пришли к чему? Запад дал больше, чем надо и не надо, результатов нет, зачем давать? Параллельно идет линия дали не то. Вообще, ты правильно начал программу, я не знаю, насколько искусственно и целенаправленность люди ждут, объективно, хороших новостей, формировался комплекс завышенных ожиданий. Это объективно делается, объективно. Очень много уважаемых без иронии экспертов надавало прогнозов, очень много, с нашей пула, в том числе, наши знакомые и так далее. И пришли в тупик, что сейчас их подвели то ли Байден, то ли Байден за лужами, но так фронт развился. Тяжело на фронте воевать. Все общим местом стало говорить, что... Говорю и буду говорить, не буду давать прогнозы, потому что это шарлатанство давать прогнозы. Наступали на превосходящие силы, все знают. Да, тактические просчеты были. В той линейке, которую я назвал подвыборы, ну, слушай, тема F-16 появится, в том числе и внезапно. Готовятся пилоты системно. Подсвечены, не буду говорить, какие страны. Да. А их спектр стран под десяток. Кстати, на следующей неделе Поличу проверю. В Констанцию? Ну, да. Поличу проверю. Как там F-16? Я думаю, что они там и стоят. Решаются вопросы. Конечно, но тут, слушай, но тут опять же беспрецедентная помощь для нас является а, конкретный момент истории, а, недостаточный, б, поставленный слегка не в свое время. Но и ее могло не быть. само собой, само собой, и еще раз говорю, вот, к этому мы еще вернемся, что и ее могло не быть и вообще ситуации общей. Но есть один нюанс. Конечно, ты сказал про нарратив и про выборы. Я думаю, что не менее важный нарратив, откажитесь от территории, вступайте в НАТО, в ЕС, межгалактический конгресс. Назад выбрал и выбрал очень интересный персонаж. Извини, извини, я тебя перебью. Самое интересное, чтобы ты понимал, чтобы ты понимал, что есть дискутабельная линия, ну, назовем ее так, без России, этой темы, в принципе, по когда-тошнему членству НАТО в Украине в каких форматах. Опять же, без прогнозов, но у людей побольше информации, они могут сценарии рассматривать. И есть линия нарратива надежд Кремля, что давайте это запустим. И тут следующий шаг механизмы, как мы оформляем отказ с территорией, только мы оформляем отказ с территорией, они где-то поджигают и дальше включают там Орбанов этих, петухов разных, чтобы они включали в НАТО и так далее. То есть это другая линия. И они могут идти параллельными путями. То же самое Запад подталкивает украинных выборов. Из того, что могу оперировать, я не из Фейсбука. Очень скромная линия, но тем не менее. Но никто не заставляет Украину идти на выбор. Забудь про выборы, мы уже про их проговорили. Есть? Нет. Это вот то, о чем ты говорила, это в этой логике мы живем. И эта логика, ну я не знаю, у нас на вторник с Мавсуном договорились записываться и так далее. люди волнуются по этой теме и так далее. То есть, ну это, притом одни работают раз, два, три. Ну, нарративы, заложенный должен, должен поменять Зеленского. Почему он должен? Заложный поменять Зеленского, не наоборот. Пойти на выборы выиграть или военная хунта в хорошем смысле, как эти говорящие головы у нас подходят. Вот. Заложенный должен вот взять, иначе там все пойдет. Но уже есть, вот про Зеленского вью я говорил, уже есть откат и по многим линиям, что уже заявляют, что раз, если украинцы смогут консолидироваться без выбора, ну бог с ним. То есть, это линия уже, ну возвращаемся. Да, если украинцы смог консолидироваться. Так вот, возвращаясь к этому нарративу. Во-первых, его озвучил правильный человек. Я далек от мысли, я хочу, чтобы вы меня хорошо сейчас услышали, те, кто слышат, и чтобы не передергивали мои слова. Я далек от мысли, что Расмуссен агент Кремля. Нет, Расмуссен не агент. Хотя, еще раз говорю, свечку не держал, но, на мой взгляд, это очень маловероятно. Но это человек, который правильный человек, которому подкинули правильную идею. Потому что Расмуссен в общем-то говорил о членстве внимания НАТО и в НАТО Грузии и Украины до этой большой войны именно в этой логике. То есть, Расмуссен, а до него эту схему вообще предложил Люк Кофи, говорил о том, что, ребята, принимаем Украину и Грузию в НАТО, но на оккупированной территории не распространяется ПЯТО, Да, Георгий, да, и самое интересное, ЧЯ ПЯТО, извини, да. И вот тогда в этой логике это было, в общем-то, достаточно понятно и приемлемо. Ну, сейчас, когда этот же даротип озвучивается сейчас, ну, понятно же, ну, а как это делается? Кто заставил, не заставил, кто его так подвинул написать? Или кто? Это уже тактика, а мы тут подстрателили, извините. Но то, что... Да, да. Это пара. Не, ну, то, что, смотри, ну, я об этом же сказал, то есть, в структурах НАТО эта тема обговаривается. Но тут опять же, помнишь, я вот опять повторяюсь, два-три месяца прогнозировать. Ну, представь, год назад, до Вильнюсского саммита, до вылезшего Тиссинджера, если бы кто-то сказал тогда, когда еще куча территорий ныне освобожденных были под обкупацией, если бы тогда кто-то набросил, идем в НАТО. В дурку его позвали. А сейчас уже сама парадигма, мы это обсуждаем как, ну, как рабочий вариант. Понимаешь? Гораздо более рабочий того, что до нападения Хамаса один из шести сценариев, он рассматривался, что Хамас нападет именно так, по конкретным кибуцам и натворит такой беды. Но он маловероятен, неправильно были оценены намерения. Так вот, мы сейчас обсуждаем членство Украины и НАТО, в гора с рабовлей вероятностно в формате и так далее. Но самое интересное, до большой войны ты вот правильную логику подсказал, ну, по Грузии, мы же хорошо помним, чья пятая палата и шестая палата или пятая колонна, одеваясь в мантии каких патриотов, понятно, говорили, те, кто это предлагает, нам предлагают отказаться от Абхазии инвалидов. То есть, ты не знаешь, что им ответить. Я знал, что им ответить. Нет, мы же на ширь нормасы смогли. Те же самые люди, те же самые люди, те же самые просто по списку, по фамильям, в Грузии уж точно. Они все в фаз, в профиль известны. Сейчас будут в предвыборная логика закручивается, мы придем в Грузии, они будут говорить НАТО, ЕС. Лучше спокойно, чем вот так идти как-то там. Вокруг полный пипец, пипец, немательное слово алгоритма. Привет. Вокруг. А у нас здесь все в мармеладе, ну, мы вот такие вот 3 плюс 3, 6 минус 1. Те же самые люди, те же самые люди, вот это. Эти люди сейчас будут писать, вы смотрите, это мы по Грузии еще отдельно говорили, смотрите, насколько у нас мудрое нового руководства, что мы получили. Это те же яйца, только в профиль. Я про членство говорю, а не про кандидатство. Да, но смотри, что интересно. Дальше, что происходит. У меня сейчас возникла другая мысль. Слушай, вот таким, в данном случае, таким людям, которые это предлагают, а почему бы не предложить принять Украину в НАТО прямо сейчас без прекращения боевых действий. А какая разница? Не распространяется этот пункт на оккупированной территории. И люди много. Не заприняется принимать в НАТО, а на эту войну не распространяется этот пункт. Возвращаемся к двум линиям. Линия без России, Асмус и так далее. Они смотрят в практической площади, как принять. И думаю, этот же вариант, как минимум, давление на Кремль присутствует. Вот, например, ноябрь прошлого года, Херсон. Почему тогда не было запущено то, о чем мы сейчас говорим? Еще до Херсона, до Холодов. Пытались выводить Россию из войны. Не получилось, мы получили бомбежку инфраструктуры. Они прямым текстом сказали, вы останетесь без этого. Прошел ровный год, то же самое. Почему зажегся Израиль? Потому что Россия по своим каналам, не знаю, Патришева, Соловья, кого угодно, выкатывала, давайте вот так разойдемся. В ответ украинская или проукраинская линия, давайте будем сейчас опять к бомбежке баллистикой Киева. Вот последняя ночь, потому что похолодало. Все. Вот. И опять же, вот эта линия как разовьется, в пользу НАТО или как далее? К сожалению, я сейчас говорю, я не хочу накаркать и так далее, но это уже не страшно об этом говорить или страшно, наоборот, страшно об этом говорить. Но они наделают беды еще, наделают беды еще, что вот этот генезис, он абсолютно будет нерелевантный, который они предлагают. А с другой стороны, вот как ты говоришь, те, кто в пророссийской логике предлагают членство в НАТО, они же уверены, что его не будет. Они же уверены, что сделаете пункт А, а Б мы сорвем как-то. Б мы сорвем через Трампа, через Комолу и так далее. Знаешь, на степь надо отвечать к тебе вам. Логичный ответ на это. Давайте сделаем пункт Б, а пункт А, а пункт А, потом подумаем. Так и делают. А как ты думаешь, что украинцы себя в магазине плюсы выходят, игрушек купили или что? Как Минск-3 наши подписывали? Кто Фокина после Кравчука или вместе с Кравчуком царство его небесное запустили, что там народ ржал просто. Он же луганчанин сам Фокин. Под 90 уже, дай бог, здоровья, если не больше. И все сказал Фокин, я его пропустил. Так его премьер-министр у нас знаковый чувак. Я знаю, кто такой Фокин. И что сказал Фокин? Он ситуацию до маразма. Когда не знали, что делать, это люди изнутри мне рассказывали. Запускали Фокина, чтобы разговаривать с российскими. Я думал, сейчас что-то сказал Фокин. Не-не-не, это про Минск-3. Как было не подписать Минск-3, не уйти, но конструктивно вести. Запускали Фокина, казалось бы, сам ходит, сам говорит, свой номенклатурщик до мозга костей. А он им позвоночник выкручивал, они не знали, как с дедом себя вести и так далее. До этого Кучма, Кравчугу. И что касается Алексея, он наговорил уже на 40 площадь арестантов, но что меня резануло у Романенко в последней программе, он сказал следующее. Вот сейчас, говорит, Запад предлагает это, но рационально он сейчас предлагает это, а потом и этого не будет. Потом будут условия еще хуже, потом будут условия Минска, потом будут условия хуже, чем Минск и так далее. Давай так, последовательно, я уже сказал, одну из абсурдных версий, казалось бы, последовательная версия предвыборная жестко Мочилове, так как он умеет, отрабатывает только Алексей сейчас. Ну вот все, больше надо добавить. Он не про выборы сказал, ну ладно, не важно. Не, по предложениям НАТО, ну окей, ну, фронт решит ситуацию, какие будут предложения в Украине хуже, лучше и так далее. Но с другой стороны, у меня терзают смутные сомнения, что есть предложение в таком лобовом формате. Идите в НАТО, отказывайтесь от территории. Как это механически? Нет, кто-то такой предложений. Вот и все. Ну а информационная линия есть. Нет, предложение есть, но от кого оно исходит, понятно. Понятно. Теперь вопрос следующий, вопрос важный. Очень важный вопрос, это вопрос о политических целях войны. И вот ты знаешь, что политические цели войны, я слышал очень часто следующее. Выйти на границы 91-го года, а дальше хоть трава не расти. Сейчас меня совершенно смутное сомнение эти результаты, потому что выйти на границы 91-го года и ненависти тратенического поражения России, это не цель войны, потому что ну уже понятно, абсолютно очевидно, что я понимаю в данном случае логику украины, но вот цель, но это не политическая цель, это военная цель. Я не говорю, что дальше ВСО должно вторгаться в Россию. Ну, ну смотри, здраво. Мы на границе 91-го года, как бы это сегодня кому-то не казалось нереальным и так далее, но потом это будет. Война не закончится, это факт, а можно не выходить на границе 91-го года, но если Россия как политическая система и как государство посыпется, то это будет уже победа, а потом уже выходили на границе 91-го года. Мы полтора года, ну вот рациональная составляющая посыла в Алексей, например, вернемся к нему сопроцитировать, он говорит о чем, что останавливаемся, окапываемся, а там произойдет что-то с Путиным, но это упрощенчество, понятно, но мы должны быть на момент, когда трава начнет расти, вот там 91-го трава не расти, мы должны быть готовы с сектором обороны безопасности, но сейчас же они же говорят, я же тебе не зря сказал после интервью Зеленского, немножко паста в тюбик начало засовываться, что это можно делать там и без выборов, и что мешает при нынешней динамике фронта этим же заниматься украинской системой. Если не имели, об этом все мы обсуждали, ну. Все правильно, ну а теперь, смотри, а теперь прогнозы не даю принципиально, на факт, как угодно, но смотри, 91-й год, а там хоть не расти трава, трава может начать расти в России раньше, после того и вследствие того, то есть медицинские, чисто физически, раньше могут наступить, и мы на это надеемся, и над этим работает, я не знаю, Запад по разным каналам, Украина стратегии предоставляет, там торги идут, я уже не раз Волобуева, Газпромбанка интервью, почитайте топового чувака, который говорит, не надо договариваться с коллективными хорошими оппозиционерами, там Ходорковский далее по списку, надо выходить на негодяев еще больше, чем Путин, и с ними разговаривать, им предлагать и торговаться, вот этот вот коллектив и так далее, там находить логику, но она тоже утопия, потому что они под китайцами, без вариантов, и китайцы им сказали, хотите жить в уюте, если упрощен на голову, поверь мне, ну ладно, все хорошо, но запомни эту точку разговора и так далее, уже я просто устал это говорить. Какой китайцам говорить, хотите жить в уюте? Чтобы иметь под контролем полностью вассальную всю Россию и этот режим. Китайцы воюют руками русских, это так сложно понять. Они определились на состоянии 24 числа, у нас уважаемые люди, синологические синологи, уже обсуждают этот бред сумасшедшего и так далее, они определились 24 февраля. Такие цели, цели, цели и так дальше. Ну слушай, миллион снарядов Северной Кореи, вот, это было известно 4 месяца назад, мы просто сейчас с точки, которую озвучим и так далее. Вот, есть вся номенклатура и вся логистика китайских товаров, назовем их так, которые поставляются в России. Мы сейчас живем на уровне знаний, мы придем к уровню озвучивания и давления на Китай, он в иранской логике сказать не было таком. Им начнут подсвечивать, как было. Им начнут подсвечивать, грубо говоря, подавдееков покажут маркировку китайскую. Мы к этому придем, как с шахедами было иранским и так далее. А политическая крыша от жиды так везде, ну ты извини мне эти эмоции, но чем больше мы, когда мы будем определимся с врагом, тогда мы и нормально будем строить стратегию, исходя из угроз и так далее. Посмотри, вокруг Китая говорят, вы что, Хизбалла, Иран и так далее. То же самое иранцам сказали. Фигня эти авианосцы. Пусть бомбят, пусть стреляют, пусть попробуют и тогда мы включимся. И мы к этому придем. Без вариантов. Или тогда подожди, или Бармалеи победят в ситуации. Другого варианта нет. Победят одно, второе, третье и все до этого. Вернемся давай в украинские реалии, потому что мы уже... Это просто разные вещи абсолютно. одна вещь, что Китай сегодня поддерживает Россию. Понятно, что Китай хочет сохранить... Поддерживает... Вот давай так упрощенную. Война. Вот хочет в любом виде. Нет. Не хочет. Не хочет. Вот это... Он говорит, что хочет на тех условиях, зная, что на них никто не пойдет. Вот тут есть разогласие с Российской Федерацией и так далее. Но еще упрощенное. Если бы не Китай закончила... Понимаешь? в нашу пользу. Но это медицинский факт. Медицинский просто... Этим никто не спорит. Слушай. И у нас выходят такие сейчас говорят, ага, блин, в Джиде китайцы были, а там где-то на Мальте китайцев не было. И типа Джида это супер, а Мальта это. Логичнее Мальта. Зачем они там нужны? В чем смысл? Если там Орван был, например, или еще... На самом деле в Джиде в Мальте, где они были, где их не было, это не имеет никакого значения. Так дело, я просто понимаю, в чем дело. Я хочу оказаться никому. Я выслужу, никуда не денется программа и так далее. Если Китай остановит войну, повлияет на Кремль и так далее, фантастика на втором этаже. Нет, он не остановит войну. Не будет. А самый простой вариант с натяжкой Иран, а в России вот физическая жизнь кооператива «Озеро» власти и Путина в холодильнике в виде мемов, как угодно, просто завязана на ведении войны физически. Вот мы живем физически, политически, и так обсуждают выборы по голосованию, идти голосовать, не идти. 24-й год в Россию. Да в отличие от Штатов и всех остальных стран, там назначат либо Васильевича, либо из холодильника Владимировича достану. И он его просто назначит, нарисует процент и все. Что мы обсуждаем и так далее. Взорвет эта ситуация в России изнутри? Нет, конечно, не взорвет. Не будет такого. Взорвать может быть абсолютно алогичные вещи. Там а-ля Махачкала, где переиграют сами себя, а-ля бунт Пригожина, а-ля ситуация на фронте, войско сбутовалось. Пока не просматривается. Вот так. В том-то и все дело, что на сегодняшний день лучше России отползти никто не мешает, кроме самой России. При нынешнем режиме они отползти не могут. Простая математика. Кстати, вот залуженный в статье опять переприняется. Не может, а режим может. Ну, пока окей. Я уже не верю, что сейчас там Путин самолично что-то решает. Режим не может с вывеской с Путиным. Вот залуженный, например, тема, что удивило больше всего. Но это же, ты думаешь, Федорович верит в то, или верил в то, что написал? Так легко не это самое, не жанрирую, вообще-то. Могут не понять, какой Федорович. Валерий Федорович залуженный. Там же удивление вот у меня, что он написал, что говорит, ну, 150 тысяч убитых, 300 безвозвратных потерь и так далее. Мы думали, это же игра с западной аудиторией. Мы думали, что любая нормальная страна в таких потерях остановится. Ну, миллион ничего не поменяет. По регионам размажут, по некоторым я знаю ситуацию с местом. Ничего не будет. Стелы, мертвые города, Волги, вернее, Лады, эти, деньги, идут толпой. Сколько могут переварить центры приема, столько народу идет. 200 тысяч плюс, неважно, какой курс доллара, мотивационный пакет. Я тебе скажу инсайт, если хочешь. Люди со 100 тысячами, 120 тысяч с нефтянки идут на 200 тысяч воевать. Есть прецедент. О чем мы говорим? Тогда они больные. А возмущаются на каком этапе? Мамаши и так далее. Не могут найти тело, не могут похоронить, плохо одеты, кинули сразу умирать. Возмущение есть. Маленькое такое. Просматривается. Но возмущение «не идите на войну или остановите войну» его нет. И самое интересное, у Галямова, по-моему, прочитал. «Самые поддерживающие войну не воюющие Питер и Москва». Статистику он привел при всех этих социологиях. Вот и все. И они будут поддерживать, чтобы не шатать этот и их до последнего. Народу много, людей мало, народу много. Вот и все. Нет, все верно. Ну, действительно, отчего бы им не поддерживать войну, когда они особо ничего... Так, я еще раз говорю, что такое война в данном случае? Война же, конечно же, большая часть войны это належит на солдате, это военное действие. Но война это не только война. Война это информационный фронт, война это экономический фронт. И на экономическом фронте провалит. На мой взгляд, близки правде оценки тех, кто говорит, например, что как минимум Кремль с Путиным, с Васильевичем или с Владимировичем замахнулся до выборов Трамп, Байден в Штатах будут воевать. И на эту логику другой группой информационной продавливается Украина, остановитесь, окопайтесь. А воевать они будут как минимум до рамки придет Трамп или не придет. И там же, опять же, вопрос, мы Турцию в этой логике обсуждали. И Эрдоган вырулил и землетрясение без шабаша, без протеста. В Штатах же мы же помним предыдущие выборы, какая хаотизация процессов была. Смотри, что на почве Палестины там происходит. Всех этих Гарвардов и так далее в Капитолии опять ломились ребята. То есть там даже не важно, кто будет избран, каким образом и на каком фоне и на каком фоне шатания эти выборы пройдут. Они же на это надеются. Тот только на ночь бреется, понимаешь? Вот и все. Кстати, я совсем не уверен, но вот совсем абсолютно не уверен, в том, что значит вот именно избрание Трампа, вот если его выберут, так уж негативно скажется на всем это. Мы же говорим о надеждах и намерениях врага. Понятно? Я тоже думаю. Потому что ну у нас яркий самый пример в минимальном формате, понятно, никаких аналогий ни по масштабам, ни по чем. Самый яркий пример у Жоржия Мелони, как там надеялись и говорили, что сейчас партия Муссолини придет, там Берлускони земля стекловатая, там Сальвини объединятся и выключат, а при Мелонии Италия превратилась чуть ли не в одну из базовых стран по поддержке Украины. посмотрим. Мы же говорим об их логике повоевать, а это ноябрь 24-го года. Не только в Грузии выборы. Конечно, далеко не только в Грузии выборы. Естественно, далеко не только в Грузии выборы и в общем-то я думаю, что именно в Грузии выборы это отдельная песня, об этом можно поговорить. Даша, давай по-другому посмотрим на эту ситуацию. Вот так или иначе, вот этот информационный фон, он же дает дополнительные козыри в руки тех, которые говорят, ну, ребят, а что? Техи говорили, что нужно быть аккуратным и осторожным с Россией, оказались правыми. Это одна из целей. Это одна из целей. Люди переживающие, искренне заинтересованные во всем добрым, хорошим, аудитория широкая начинает так думать, ну, а что делать? Что мнение этих людей? Я понимаю, что мы с тобой два украинских пропагандиста и нам веры нет. Нет, ну, вопрос, атака, я, во-первых, и не пропагандисты, я уже не занимаюсь переубеждением, в чем смысл? Переубедить, как можно? Еще больше беды наделают русские, они ее наделают без вариантов. Или ситуация на фронте. Ну, как это? Эти же разговоры затухали, Москву утопили, Киев отбили, затухают, освобождена Харьковщина, затухают, уперлись в Токмак, провисаем под Авдеевкой, появляются эти разговоры, информационный фонд. А вы прочитайте статью Вашингтонковской, Изабель Хуршудян про это, и все поймете. По статье Вашингтонковской, скорее всего, ее не получится прочитать, потому что, ну, я... Ее порежут, ее порежут на цитаты, ну, рецензии есть. Я, например, подписан на Нью-Йорк Таймс, но я не могу быть подписан на все эти мировые сферы. но дело, порежут на цитаты, переведут, рецензия у Дмитрия Золотухина, у упомянутого Михаила Гончара, рецензия на это дело, реперные точки, что это значит. Ну, легко. Пока я советую, рекомендую, вот есть английский текст, есть украинский текст, есть русский перевод у Михаила Самуся, под видео с Михаилом Самуся, есть ссылки, статью Залужного, люди, прочтите статью Залужного. В оригинале, да, нет, так ее же, нет, так ее же уже, нет, ее же уже как крокодила, наш крокодил, как хотим, так и мере. Он ничего там не сказал в плане останавливаемся, он ничего, он четко сказал, там, ну что, дроны и системы рэп нам нужны, это какая-то новость для кого-то была. Вынуждены будут. Или без статьи, или без статьи Залужного непонятно, что 17 километров до Катакмака пока нельзя. Вот, ну что это, тогда летнее-осеннее кампания наступления закончилась так, как закончили. Но она продолжается, ноябрь еще осень, и зимой будет продолжаться в тех условиях, которые есть. Вот и все. Просто выборочно. Каждый же, понимаешь, опять про крокодила, каждый цитирует как хочет. Слово тупик там нету. То есть там, Первая мировая, я догадываюсь. Подожди, я дам прямую цитату, чтобы поняли, откуда вообще слово тупик. Прямая цитата, вот просто вот слово в слово. Война постепенно переходит в позиционную форму. То есть даже не перешла, а переходит постепенно. В нашем конкретном случае это выгодно Российской Федерации, поскольку это дает ей возможность восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Для ухода от позиционной формы ведения военных действий необходимо. И дальше идет перечисление. Заваривание превосходства в воздухе, при этом я не могу. А цитирующие взяли и вложили ему в уста, что по факту то, что нам невыгодно, давайте мы к этому и придем. Что уже нет, не придем, а пришли уже. Что заложено, это сказал. И ребята, не сказал, извините. Ну, дело, предвыборная логика, ты знаешь, как после рыбалки, врут. Какая предвыборная логика, когда нет выбора? Ну, а, к сожалению, даже вот наша с тобой дискуссия, недельная программа говорит о том, что, к сожалению, Украина живет в предвыборной логике в том или ином. Выбором нет, не предвидится, но предвыборная логика есть. Сколько мы говорили про Армению, сколько мы говорили про Грузию, в этом. Ну, в Азербайджане в этом плане попроще, хотя даже там в разные периоды истории было, когда в воюющей стране, когда, слушай, война подчинена внутреполитической логике, должно быть наоборот. Я уже задолбал этой фразой всех, но вот мы в определенном этапе в Украине, к сожалению, в таком состоянии оказались. А нужны выборы, не нужны, но так как эта тема обсасывается и влияет, радует даже, неправильное слово, ну, потусторонняя реальность в инфополе создана, просто потусторонняя реальность. При всем наличестве проблем создана потусторонняя реальность. Вот и все. И вот тут мы приходим к вопросу, который я поднимал и с Вишей Самусем, который поднимали у меня комментаторы, в том числе и на Фейсбуке, значит, о том, что, черт побери, а почему Украина не централизовалась, почему Зеленский не стал диктатором военного времени, диктатором в хорошем смысле. Диктатор – это не ругательное слово, это слово, когда, кстати, в сложные периоды Римской Республики конкретно человек становился диктатором римского народа. То есть объявлялся вешал. У тебя Латынина покусала или что? Это она вечно параллельно. Причем тут это, я просто говорю что-то нехорошее. У нее любая война, там я знаю. Я сейчас погуглю, какое разводится у Латынина, а у меня все-таки не обижайся, она постоянно то под Ханкенди, то под Тавдеевку какого-то императора тащит и битву там где-то аналогии. Я же просто объяснил и так далее и тому подобное. То есть централизация и мобилизация всех ресурсов. Почему этого не происходит? Гела, как это? Вопрос уходит в зал. Этого глубочайшему сожалению в Украине реально не произошло. И знаешь, как я всегда при таком-то, при, я не говорю Зеленским, при Зеленском есть все хорошее сейчас и при Зеленском есть все плохое это бой перечислил. Этого пока не произошло. Вот и все. И это, как тебе сказать, это самый сильный козырь всех игроков, которые качают, например, тему выбора. Потому что объективные причины критиковать Киев, назовем его так, власть, ставку, как угодно, высшее военно-политическое руководство, оно есть. Но это никаким образом не отменяет то, что заворачивает те процессы, как играет враг и так далее. Мы там языковой вопрос можем, зачем-то подняли там фарион. Я же просто, ну, зрителям очень часто убегать в угол придется. Ну, много очень проблем есть объективных. Но Украина такая, как она есть. Кто-то правильно сказал, мы можем победить коррупцию и получить, потерять Украину с коррупцией, без и так далее. Речь идет о сохранении страны и государства такого, как она есть. Вот и все. И это здесь Украина не уникальна. Примеров куча. Примеров действительно куча. Я хочу просто, чтобы я видел комментарии под видео с Михаилом Самусем. Круто. Я хочу никого не собираюсь переубеждать. Вообще тем более. Просто напросто то, о чем мы говорим, это те реалии, которые видим мы. Если вы видите другие реалии, это ваши. Я почему Мишу перед эфирами не смотрю, Мишу, Федорова и так далее, потому что я их просто бы цитировал. То есть люди в теме. Я еще раз повторяю, это ваше дело. Я рекомендую просто все оценивать, вот как Федоров это делает с линейкой или как Миша Самусе, это дело добираясь на конкретные факты, а не на то, что взяли цитату Залужного, передернули ее и подписали. Правильно, но если уж так, ну, картина далеко не радужная. Интервью Залужного не контентно интересно, а почему под его именем им в этот конкретный период оно появилось в принципе. Вот это интересный момент. Если бы оно появилось условно говоря без вот этого информационного наполнения вокруг, ну да, его порезали на цитаты, сказали супер генерал победы, но все. Я и режу. Не, режу, но режу, сейчас заматывают его в это, то есть оно в оправдательной логике или как ответ к тайм, хотя самое интересное, что параллельно готовились, эти материалы не готовятся на коленке за два дня и так далее. Ну вот так. Понятно, интервью, не интервью, извини, нет, не интервью, статья. Статья, статья. Не, нет, там же есть три варианта они сделали. Да, три варианта, они... Самое большое интервью. Не противоречит друг другу, статья это гораздо интереснее, потому что статья это действительно разбор такой, спокойный разбор того, что есть. Мы можем сказать только одно, а почему Залужин решил написать правду. Извините. Спокойный разбор в том числе, в том числе, и своих ошибок. Да, конечно. Вот и все. И что самое главное, интересное, то, что мне очень понравилось, Залужин ни в коем случае не преуменьшает силу и потенциал противника. Правильно? И это нужно хорошо понимать. Борется со страшным врагом. Большим, страшным. Правильно. И эта статья вышла на фоне, у меня уже голова кругом идет этих конференций с Украиной без этого. Что делать с Россией после побед? Как оформить? У нас нет стратегии по России. Нет у нас потом стратегии. Объективно нету. Продать и так далее. А мы что, победили уже или что? Появится стратегия, когда будет очерчена победа и так далее. Стратегически Россия проиграла, но это никак не мешает Путину запускать условно говоря эти пинжалы и все остальное. Ну вот решаем задачу. Ударили по Коломне, ударили по Тамбову. По Тамбову уже говорю. Вот сейчас холодает же не только в Украине. Кулуарно как идет разговор. Ты думаешь, я комфортно, я не знаю, но я комфортно уверен, что уже Москве подан сигнал, заморозите, вырубите город Икс, прилетит по вашему городу Икс. Даже такие разговоры. Кулуарно, как угодно и так далее. Не публично. Сейчас вот это все. Сидеть, будем смотреть вот это, разговаривать про выборы и про заморозку, когда, не дай бог, заморозят по народу на уровне намерений хотя бы. О чем речь вообще до этого? Вот буквально с родственниками говорим в Киеве. Ну, слушайте, люди, дети заикаться начинают от работы ПВО против баллистики и так далее. Тревога звучит на пару минут позже чисто физически невозможно объявить. Вот так. Еще сидеть будем договариваться? Ну, посмотрим. Ладненько. Я думаю, что... А, мы ничего не сказали по Южному Кавказу. Ну, в принципе... Так, с четверга на сейчас что сказать? Кандидатство дали, то, о чем говорили два большевика на кухне. Дали. Вот. Что это? Ну, этот... Появляются детали инцидента на линии паци. Похоронили с почестями как офицера. Почему как офицера? Офицера похоронили убитого российскими оккупантами грузинов. Офицера спецназа, героя войны 2008 года. А правда жизнь состоит в том, что просто зазеркали маразм. В том, что хотя бы рост с кокодилами надо было делать и надо делать, а этого никто не делает. они будут давить это, зная, что нет. Вернули второго по договоренности и так далее. Ну, ситуация такая... Обычная история очень редко кто там надолго задерживается, но от этого не легче. Хотя, ну, слава богу, что ли, очень хорошо, что... Нет, ну, вот я о чем и говорю. Решение, нет, рекомендации по кандидатству получены, ждем декабря. Если декабрь не перечеркнет 8 ноября, шансы грузинской шансы грузинской мечты победителя, шансы грузинской мечты победить на выборах возрастают, Грузии стать членом ЕС и НАТО уменьшаются. И на этой объективной ноте давай заканчиваем. Вот насчет шансов грузинской мечты равно так же, как и шансов стать членами ЕС и НАТО, этого никто не знает. Не, на данный момент видимость такая. Видимость такая. Еще раз говорю, я рациональный скептик. Поклонник... А я... носимый так. А, нет. Нет, так это же вне прогноза. Это тот факт, который трудно... Спасибо. Большое спасибо за очень интересную беседу и спасибо всем нашим друзьям, что были сегодня встали. Верим в СССР и слава Украине! Героям слава! Спасибо на спасибо! Привет алгоритмам! Майта совесть! Работаем! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...